Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня программа Очевидец Посвящена нашему любимому городу Риге И тому, как он развивался И как он может развиваться И для того, чтобы обсудить эту тему Мы пригласили в студию человека Которого можно назвать визионером Потому что он придумывает Всякие концепции Не только концепции Но даже и игры, симуляции По поводу того, как города могут развиваться И в этом качестве получил Международную известность Уже его приглашают другие страны Это Армен Халатян Добрый день Добрый день В двух словах Я занимаюсь темой города Так или иначе С 2002 года Когда запустил портал Риги Митинг Калавая И затем Уже 14 лет подряд Издаю карту Риги Туристическую Соответственно Вот эта тема города Стала увлекать Стал наблюдать Почему одни районы Более обжитые В одних районах Больше туристов Больше людей ходят А другие Приходят в упадок Ну разве туристы у нас Все не сосредоточены Только в центре? Ну вот есть такая граница Которую я Визуально вообще себе Сразу начертил Когда Стал жить в Риге 20 лет назад Это улица Лачпиша Ближний рубеж А следующая Это улица Стабу Вот после улицы Стабу Практически нет Никаких туристических заведений То есть заведений Именно целенаправленно Ориентированных на туристов И Даже вот этот всплеск Улицы Мера Тоже Он Только произошел Как бы на бумаге Больше Ну там же есть музей шоколада Ну да Но это Это отдельные такие очаги То есть это не то что Туда идет поток Или он Вот равномерно омывает Вот он упирается В границу улицы Лачпиша Немножко дальше идет До улицы Стабу Уже совсем отдельный И к сожалению Вот на Границе улицы Стабу Там заведения Если открываются Подумные То они Очень быстро закрываются Все время идет Такая ротация Поэтому Ну я говорил о том Что Появилось такое Влечение городом Оно в общем Было всегда Потому что я еще там Собирал карты Городов Разных И я стал углубляться В эту тему И оказалось Что Да Есть Города развиваются По своим законам Это очень интересно И более того Все вот эти микроизменения Которые мы видим На уровне зданий На уровне улиц Они очень сильно Обусловлены Еще внешней средой Контекстом В котором Живет страна Ну достаточно сказать Вот такой факт Простой Что за последние 20 лет После того Как страны Восточной Европы Вошли в Европейский Союз Население всех Городов Восточной Европы Снижается А население Крупных городов Западной Европы Повышается И это очень сложно Объяснить Какими-то маленькими Специфическими Особенностями Каждого отдельного города Потому что Это общая тенденция То есть Рига Теряет свою позицию В плане того Что она Когда-то В начале 20 века Была третьим По величине Городом Российской империи Опережая даже Киев Что наверное Для многих людей Наших Современников Кажется очень Удивительным Потому что Ну в Киеве Сейчас Несколько миллионов Человек живет И Это был Крупнейший Промышленный Центр Портовый И так далее Ригу Называли Большой головой На маленьком теле Потому что Да Реально Вот В сравнении Там с Таллином И с Кринесом Этот Город Имел Ну Наверное Неадекватно Большой промышленный Потенциал И чем это было Связано Такое интересное Наблюдение Что В Таллине Почти нет Югенстиля Нет Вот таких Основательных Домов Высоких Построенных Вот в начале 20 века Потому что Да Таллин был Более Заштатным Городом Или просто Заштатным По сравнению С Ригой Но Если даже Говорить Про последние 30 лет То ведь Рига В 90-м году Была Самым крупным Городом Балтийского Региона Кроме Ленинграда Кроме Петербурга А сейчас Ее Обогнал Стокгольм И уже Догоняет Уверенно И Осло И даже Вильнюс Ставит себе Планы Перегнать Ригу Ну Когда мы Говорим Про население Почему это Важно Потому что Население В первую очередь Это рынок Рынок Сбыта И Рынок Рабочей Силы И одна Из Больших Причин Почему В Ригу Не приходят Крупные Пак Компании Это то Что очень Сложно Найти Специалистов Ну Может Мы тогда И поговорим Про Эти тенденции Общие Которые Происходят За последние 30 лет Ну На самом деле В наших Разговорах До передачи Вы упомянули О том Что На самом деле Нынешний Облик Риги Он Был Заложен Не В начале 90-х годов И не в 2000-х А в конце 80-х Когда Планировалось Развитие Города И В этой Связи Были Предприняты Некоторые Очень Важные Шаги Которые Мы Видим И Сейчас Ну Уже В нашей Реальности И в этой Связи Мы Сейчас Попробуем Связаться По телефону С бывшим Председателем Рижского Горосполкома Который Как раз Был причастен К этому С Альфредом Петровичем Рубиксом И Задать ему Эти вопросы Альфред Петрович Добрый день Я Я Через Полчаса Буду Только Дом А тут Шумно Я Ничего Не С Хорошо Тогда мы Свяжемся Попозже Значит Тогда С Альфредом Петровичем После Перерыва Свяжемся Продолжим То есть Мы говорим О сохранении Исторического Облика Или скажем О том Историческом Облике Который Вот сейчас Мы привыкли Воспринимать Старый Город Исторический Центр Который В общем-то Ну Почти Не тронут Вот кстати Об историческом Облике В Риге Есть один Такой Феномен Которого Нет во многих Европейских Кородах Это Деревянная Застройка Деревянная Строила И когда Я в свое Время изучал Этот вопрос То Выяснилось Что Вот как раз Советское Время Оно Способствовало Сохранению Этих Ну Деревянных Построек Потому что Они находились В центре Города Они были Густо Заселены И Ну По советским Правилам Для того Чтобы Снести Какую-то Постройку Надо было Предоставить Людям Другое Жилье Предоставить Бесплатно За счет Города Значит Ну Как тогда В советское Время Было принято Для того Чтобы расселить Такую Деревянную Постройку Надо было Предоставить Много Квартир И Конечно Это было Ну Накладно Невыгодно Гораздо Менее Выгодно Чем просто Построить На пустой Площадке Новый Микрорайон Никому Не предоставлять Никаких Других Квартир А Ну Просто Их заселить Там было Несколько Тенденций На самом деле То есть Эти деревянные Строения Как бы Не было бы Счастья Да И вообще Часто Так Происходит То есть Они Сохранились Отчасти Потому что После войны Вообще Жилой фонд Его было Очень мало И поэтому Сносить То Где уже Люди Живут Ну Было Неразумно То есть Было Гораздо Разумнее Строить Новое Для Новых Людей Тем более Тоже Поступающих В страну Это Одна Тенденция Вторая Тенденция Это Что Все таки Было Принято Постановление В советские Времена Я не назову Год Это было Где-то В начале Семидесятых Если я Правильно Говорю Об Сносе Всех Деревянных Построек Потом Значит Сменилась Власть И Здесь Даже речь Не о том Что новая Власть Стала Очень активно Защищать Просто На протяжении Примерно Десяти лет До двухтысячных Годов Почти ничего Не строилось То есть Строились Только Какие-то Частные Одноэтажные Дома В пригородах На селе Вы имеете ввиду Десятилетие С девяносто По двухтысячный Год По двухтысячный Год Почти ничего Не строилось И пока Ничего Не строилось Постепенно Стали Подтягиваться Институты И формироваться Законодательство Охранное И Которое Уже Соответственно Уже стало Защищать И эти дома И другие дома Исторического Центра Но тем не менее Количество Деревянных Домов Существенно Сократилось За Последние 50-60 лет Существенно Сократилось Ну Я думаю Кстати Что даже Несмотря на Это постановление Может быть Это бы изменилось И в том контексте Потому что Все меняется Скажем Мы знаем Что после войны Разрушили Руины Дома Черноголовых Потому что Уже считалось Что не перспективно Его восстанавливать Потом говорили о том Что это вот Образец Немецкой архитектуры Это вызывало Там Враждебность И так далее Но В те же самые 80-е годы Уже было Подписано Постановление О восстановлении Дома Черноголовых И это произошло Еще в советские Времена Вот Альфред Петрович Видит на связь Может быть Он об этом Расскажет Хорошо Мы сейчас Должны обратиться К нашим Радиослушателям Чтобы они Рассказывали Свои истории Про Ригу Может быть Поделились Своим мнением О том Какие Объекты Они считают Удачно восстановленными Что их радует В сегодняшней Нашей рижской Ну Картинке И действительности Может быть У кого-то был опыт Проживания Там В коммунальной квартире И как он переехал В отдельную Или Был опыт Вот Наблюдения За реновацией Каких-то Исторических Памятников И Тем Как Вообще Менялась Вот эта Городская среда Со временем Пожалуйста Звоните По телефонам 672-12-93-9 672-13-93-9 Рассказывайте Свои истории И задавайте Свои вопросы Может быть Мы Дополним В наш Сегодняшний Диалог Какие-то Черты Которые Будут Украшать Нашу программу Ведь очевидцы Это мы все Итак Дом Черноголовых Было планировано Запланировано Восстановить Еще в советское Время А что Вообще Вот Было Ну Обусловлено Планами Городского Развития Вот Какие Ну Такие Крупные Перемены В городе Которые Там Делали его Удобнее Например Или Ну Вот Завершая Вот эту часть Что Некоторые Ростки Того Что мы Сейчас Видим Были заложены Уже в 80-е годы Это вот Тогда же Начали выводить Заводы Из территории Центра И тогда же Была сделана Реконструкция Коммуникации В старом городе Было закрыто Движение Автомобильное Через Старый город В 87-м году То есть Была Делана Подготовка На то Чтобы Привести Старый город И вообще Весь центр В более Такой вид Исторический Туристический Который мы Сейчас тоже Наблюдаем Вот мы говорили о том Что не было счастья Да несчастье Помогло Вот Рига Действительно В отличие от многих Постсоветских Городов Избежала Бума Вот этой застройки Массовой Которая во многих Городах Изуродовала Изуродовала Центр Уничтожила Исторический Центр На наплывах Шальных денег И Произошло это По двум причинам Во-первых Потому что этих денег Не было Вплоть до 2000-х годов Во-вторых Потому что снижалось Население В общем-то В этом был Какой-то позитивный момент Но конечно Это и сильно Негативный момент Население Риги В целом Сократилось На 42% С 89-го года Это в общем Она почти Уменьшилась В два раза По населению При том Что всю эту Инфраструктуру По сути Надо поддерживать Да Но вот есть Такие маленькие Факты Как например Я слушал выступление Мэра Цессиса Который говорил Что в Цессисе Энергия Электроэнергия Стоит на 15% Дороже Чем в среднем По стране Почему Маленький город Отрезанный Как бы Стоящий В стороне Для того Чтобы все Эти вышки Поддерживать Все это требует Деньги То же самое Происходит Это такой Можно назвать Остеопорозом Города Все равно Ему нужно Водоснабжение Электричество Все эти коммуникации Надо содержать А количество Налогоплательщиков Снижается Кстати Вот на эту тему Очень хорошо Я читал Такой материал Есть у нас Такое движение Город для людей Пилсет Циллаким И они Привели Такой пример Что один Житель города Приносит В казну 1550 евро И соответственно Если мы Посмотрим Ту убыль Населения Которая Произошла Даже Они брали Небольшой Период Не такой большой В год 1550 евро Да То можно Было бы То значит Рига потеряла 175 миллионов Евро На эти деньги Можно было бы Отремонтировать Там всю Бривибас 231 километров Они посчитали 5 лет Подержить его В идеальном состоянии А в 16-м году Например Было обновлено Только 10 километров Дорог В городе Ну вот Такие цифры Теперь Какие последствия Снижения Во-первых Снижается Население Города В целом Во-вторых Снижается Драматическое Население Центра Города По данным Того же Топился Циллакия Значит 29 процентов Домов То есть Почти треть В центре Риги Стоят пустые Ого Да И Это самая Дорогая Недвижимость Ну Может быть Да Вот Почему это происходит По двум причинам Ну Во-первых Общее Вот то что мы говорили Контекст Люди Уезжают А про это Кстати Еще скажем Во-вторых Автомобилизация И торговые Центры Которые Как бы Высасывают Всю активность Из центра То есть В двухтысячных У нас Открылись Первые Торговые Центры Всем Стало Хорошо Ну А теперь Мы видим Пустую Улицу Чака Пустую Улицу Бривбас Локальные Магазины Почти Везде Убиты Это Одно Из Последствий Второе Значит Но Главная Причина Вот Какая Из них Главная Главная Причина Снижения Населения Ну Можно Сказать Национальный Вопрос А может Не экономический А может Банковский Кризис Все Очень Смиксовано Но Если мы Посмотрим Да Посмотрим Что Население Снизилось На 240 тысяч Человек Проанализируем Это С точки С точки С точки Национального Состава На самом деле Это Не я Придумал А в Статистическом Управлении В таблице Есть Даже Такая Отдельная Строчка Количество Латышей В Риге Если мы Посмотрим То С 90 Года 88 То есть Почти 90 Процентов Снижения Населения Приходится Не На Латышей То есть Их И Количество Коренных Латышей Остается Стабильным Все Это Время Уезжают Русские Русскоязычные И так далее Я думаю Что если бы мы Наблюдали Какую-то Экосистему Где Вот Вымирают Белые Медведи А бурые Там Остаются Да Или там Страусы Эму Вот Рекордными То давно бы Уже Экологи Забили Тревогу И сказали Почему так Но Не бьют Тревогу Не бьют Тревогу Более того Вот Я изучил Доклад Национального Объединения 12-го года Янис Домброва Написал Такую статью В которой Очень с восторгом Отзывается о том Что население Всех городов Латвии Снижается Но Не надо По этому поводу Сильно тревожиться Потому что Снижается Оно в основном За счет Некоренного Так сказать Населения А Латышское население Увеличивается Он делает такие Подсчеты Вплоть до Людей Там С восторгом Значит Пишет Про даугов Пилс Которому число Латышей Существенно Увеличилось Пропорционально И говорит о том Что если Вот мы все Будем делать правильно К 2020 году Население Риги На больше Чем на 50% Будет уже Значит Латыши И русские Очевидно Все делали правильно Потому что Сейчас такая Пропорция И есть А что делали Правильно Про это мы тоже Можем поговорить Чуть-чуть попозже Да Я может быть Уже так это Не жду вопросов Иду вперед Вперед Но я хотел поговорить Про автомобилизацию То есть Вот я вижу Одну причину Это общий контекст Неблагоприятный климат Который почему-то Ударяет По одной группе Населения И она Либо уезжает Либо Вымирает Ускоренными темпами Потому что Рождаемость Ниже Тоже А вторая причина Это Автомобилизация Здесь опять-таки Мы можем говорить Про альтернативные Виды транспорта И так далее Но что на самом деле Очень существенно Влияет Про самокаты Да Самокаты Что на самом деле Я нашел такой график Интересно Было опубликовано В журнале Балтийский курс Еще По-моему Году В 2006 Нет В 2015 Судя по этому графику В советское время На 1000 жителей Приходилось Примерно 100 автомобилей И это та пропорция Вообще-то Нормальная Для всех городов Когда можно ходить Потому что Если просто посчитать То автомобиль Занимает площади Города В 10 раз больше Чем человек Вот когда есть Такая пропорция Чисто арифметически У нас могут быть Улицы и для пешеходов И для автомобилей Первое Что очень резко Подстегнуло Количество автомобилей Это то Что стали их продавать В лизинг Это произошло В конце 90-х годов И значит Произошел всплеск То есть Это вроде бы Причина вообще Никак не связана С городом Контекст Вторая причина Вступления Латвии В ЕС И так В 2009 году У нас уже было 400 Больше 400 автомобилей На 1000 человек А потом Опять кризис Помог То есть За 2009 год Количество автомобилей Сократилось На треть Даже я слышал Такие данные Что Латвия В какой-то момент Была крупнейшим Экспортером Автомобилей В регионе Ну не имея Собственного Автомобильного Производства То есть Банки Отбирали Автомашины И продавали В Африку Например В африканские Страны И шел Такой мощный Поток И вот За счет Того Что произошел Кризис Экономический Опять Мы говорим Не было Счастья Да несчастья Помогло Количество Автомобилей Резко Снизилось Есть такие цифры Что В девятом году Их было 932 тысячи Зарегистрированные Легковые машины А в одиннадцатом Уже 636 Ого На треть Естественно Оно сейчас Начало постепенно Расти Но население Сокращается Ну все равно Уже это не такой Вот взрывной Процесс Как был тогда И мы Имеем более Спокойную ситуацию На улицах Чем было тогда Но при том Конечно Что определенные Меры Правильные Были сделаны То есть Это выделение Полоз Для общественного Транспорта Это платная Парковка Да Это вот Все правильные Меры Которые постепенно Тоже дали Свой эффект Вот этого Успокоения Трафика И то что мы Не стоим В таких сумасшедших Пробках Как например Вот я был В городе Калининграде Вся та же Самая Топография Да В плане Природы Население Официально Меньше Хотя говорят Что уже больше Улицы Планировка Примерно Похожа Но это В общем Когда ты наблюдаешь В субботу В 8 вечера Пробку Да Это плохо Хорошо Сейчас мы сделаем Небольшой перерыв Потом Обратимся К вам Радиослушатели Для того Чтобы вы Все таки Поддержали Нашу тему Своими впечатлениями О Риге Не переключайтесь Еще раз Снова С вами Программа Очевидец Автор и ведущая Людмила Прибыльская И сегодня У нас эксперт В студии Армен Халатян Человек Который Занимается Развитием Городов Изучением Этого развития И Прогнозированием И может быть Моделированием Того Как города Могут развиваться В первой части Программы Мы говорили О Риге О том Что она сократилась За 30 лет В полтора На 40 процентов На 40 процентов Вот И О том Почему так произошло И Почему в центре города У нас Пустует 30 процентов Домов А теперь Мы говорим о том Что может способствовать Тому Чтобы Эта ситуация Как-то менялась И город развивался Вообще город должен Развиваться Вот С вашей точки зрения Уважаемые радиослушатели Как бы вы видели Развитие Риги Хорошо ли Что в ней Там 600 тысяч А не 900 тысяч Живет Что возможно Население Еще больше сократится Ну Маленький город Патриархальная Жизнь Все уютно Все в степени Доступности Вот Ну Может быть И не нужно Нам Большой столицы Вот Поделитесь своим мнением Как вы считаете Телефон в студии 672-12-93-9 672-13-93-9 Звоните Мы Выслушаем Ваше мнение Ваши вопросы Итак Армен Что в последнее время Может быть Ну так существенно Повлияло На развитие города И привнесло В него Какие-то Ну позитивные черты Я тут как раз Собрался Продолжить Про негатив А у нас Есть звонок Добрый день Говорите Мы вас слушаем Здравствуйте Вот я хочу Сказать Об этой части Города Бривибас Мера Тербатас Блауманя Кришина Барона Вот Югенстинные Дома Это же были Доходные дома С магазинами И в советское время Магазины сохранились И сохранились Интерьеры Этих магазинов Представляете Вот заходишь В какой-нибудь Кондитерский Бакалейный магазин Магазин подарков А там Стены Обшиты Деревянными панелями Роспись внутри Вентиляционные решетки С лепниной Понимаете Вот это Могло бы быть Объектом Интереса Для туристов Эти интерьеры В настоящее время Не сохранились Вот например На улице Мера Вы говорите Она пустая Сейчас Но вот я помню Из этих 70-х 80-х Годов Там был И цветочный Магазин Сейчас там Музей шоколада Фабрика Лайма Раньше там был Цветочный Магазин Кафе В котором Продавалось Очень вкусное Печенье И Рижане Это знали По дороге Например С работы Домой Можно было Выйти Из общественного Транспорта Зайти в это кафе Купить Очень вкусное Печенье И ехать дальше Понимаете Вот сейчас Этого нет Просто нет Этого Вот И еще Я хочу В частности Улица Блаумане Мне повезло Вообще В 90-х И 2000-х Годах Работала В центре Города И вообще И жила В центре Города Вот И там Было Очень много Таких Объектов Кафе Например Магазинчики Вот Например На Бриве Бокалейный Магазин Большой Бокалейный Магазин Вот С этими Старыми Интерьерами И тут же Два-три Столика Кафе Можно было Купить кофе Там Заказать кофе Какой-нибудь Пирожок Булочку Пирожное Печенье Сейчас Этого Нет На Блаумане Было Кафе Дайла Кафе Кондитерское Тоже Нет И вот Например Я насчитала В районе Домской площади Вот В тот Период 90-е 2000-е Годы Было 5 или 6 Кафе 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 Сейчас Этих Кафе Нет В этой части Скажите Пожалуйста А вот Вы Помните Ну Насколько Это вам Было по карману Допустим Зайти в такое Кафе Но сейчас Если заходишь В кафе Там 3 евро Кофе А я вам Для примера Скажу Я заходила Иногда Покупала Печенье В кафе И это Это стоило Килограмм Килограмм Печенья Около 5 латов Около 5 латов Вот Последний раз Я заходила Это еще Латы Уже латы Были Они Не Рубли Нет Это были Латы Это еще Латы А вот Теперь я Зашла Как-то В кафе Когда Евро Ну Буквально Не так Давно Так вот Печенье Которое Стоило 3,5 лата 3,5 лата 22 лата Килограмм Ой Не лата Евро Евро Чувствовать разницу Да Ну то есть Ну просто Получается Что Ну вот Такой вид Они не могут Выдержать этого Да Они просто Не могут Выдержать Таких цен Ну то есть Люди не заходят Потому что Это не по карману В такой покупательной Способности Понятно Спасибо вам Да За ваше Наблюдение И впечатление Кстати Да Очень интересно Это вот Моя коллега Катерина Борщева Когда-то Написала Статью Называлась Булочки Рижский Соблазн И вот Это реально Такой Характерная Особенность Риги Что В ней всегда Продавались Вкусные Булочки И таких Больше Не было Нигде Мы Про Позитивное Хотели Сказать Да Я могу Назвать Несколько Вещей Которые Я считаю Что Было Очень Позитивно За последние Десять лет Пожалуй Сделаны Это Во-первых То что Обновили Парк Транспорта Городского Городского Транспорта То что Не были убраны Троллейбусы Об этом Были разговоры В десятых Годах Как В жирные Годы Были Про Это Разговоры А что Троллейбусы Дороже Чем Автобусы Нет Что Троллейбусы Мешают Машинам Ехать И так Далее Давайте Уберем И с Валдемара А потом Может быть И совсем Уберем И так Далее С этого Начинается Заканчивается Тем Что Все Это Убирают Дальше Трамвай Был Обновлен Существенно Пустили Вот Низкопольный Трамвай Это Конечно И плюс Большой Бренд Города Имидж Города Потому что Это Все Фотографируют Это Создает Облик И это Транспорт Современный А то Что Вот Этот Проект Улицы Барна Который Просто Критиковался Несчадно Со всех Сторон И сказать Что-то Хорошее Про улицу Барна Вообще Считалось Мовертоном На самом деле Это Самая Лучшая Улица Центра И Если Мы Идем По Другим Улицам То Мы Видим Что После Какой-то Улицы Там После Таллина После Еще Даже Раньше Уже Неприятно Уже Как-то Вот Все Мрачно Исписано Граффити Там И как-то Вот А Барна За счет Того Что Она Лучше Освещена Она Все Сделаны Она В принципе До Самого Конца До Вэфа Она До Людей Поощря Это Оплевываемая Рижская Дума Сделала Да Это Была Оплевываемая Рижская Дума Так же Как и Проект Центров Сканста Он Тоже Имел Свои Основания О том Чтобы Привлечь Сюда Современные Компании Потому Что Им Нужны Офисные Площади И Это Проект Оживления Центра То Это Внедрение На Пустующих Площадях Центра Создание Еще Узких Политических Целей Ну Или Грубо говоря Чтобы Свалить Тот Состав Рижской Думы Который Был И Собственно К чему Сейчас Мы Сейчас Это И Наблюдаем Вот Если Мы Говорим Про Я хочу Тут Еще Одну Сказать Вещь Кстати Про Состав Рижской Думы Что Мы Видим Такое Очевидное Обновление Фасадов Старинных Домов Вига Засияла Просто Я Смотрел На улице При съезде С Вантова моста На улице Валдемара Смотришь Национальный театр Реконструировал Он засветился Напротив Школы Две Сначала Одну Вторую И ты Идешь И все Дальше Министерство Иностранных Дел Тоже Оно Засветилось И идешь Уже Улица Приобретает Совсем Другой Вид Потом Театр В смысле Художественный Музей Да И так Получается Все связывается В одно целое А если Отмотать На 5 лет назад То Абсолютно Другая картина И то же самое Кстати С новогодними Украшениями Которые В общем 10 лет назад Рига Во время Нового года Была темной И там Стала какая-нибудь Елочка Одна Где-то Скромненько А сейчас Мы наблюдаем Эту иллюминацию Почти до Наступления Весны И более Приятно Ходить по городу Праздник Старой Рига Тоже В ноябре В самое темное Время Ну хорошо Мы Похвалили Рижскую думу За много чего Хорошее Но не все В силах Кстати Рижской думы Да Потому что Да Например Вот была Была инициатива Сделать Транспорт Бесплатный Для рижан Да Для Это было Повторена Инициатива Которая Была Сделана В Таллине И эта Ситуация Произошла И она Имела Тот Экономический Смысл Чтобы Людей Которые Живут В пригородах Привлечь Заставить Регистрироваться В Риге И чтобы Их налоги Шли В Ригу Потому что Они живут В Мару Поживут В Бабитте И так далее Платят налоги Туда Пользуются Рижской инфраструктурой И работают В Риге В Таллине Это Увенчалось Успехом За счет Того Что Часть Жителей Стала Перерегистрироваться В самом Городе Город Получил Больше Налогов И таким Образом Отбил Те Расходы На Транспорт Которые Он Датирует Вот Такая Схема Но Мы знаем Что Это Просто Не дали Сделать Всеми Правдами Не Правда Это Не Дали Сделать Потому что Надо было Опять-таки Из политических Собрать Но Есть еще Один Момент Студенты Да Студенты Это Вообще Очень Больная Тема Понимаете Я Изучал Такое Исследование Компании КПМГ Которое Называется Magnet City Которая Исследовала За счет Чего Развиваются Города Пришедшие В упадок Там В результате Разных Изменений Ну Например Там Города В Швеции Которые Раньше Был Крупный Порт Какая-то Промышленность И вот Это все Ушло В Китай Ушло В азиатские Страны Что Делать Городу Да Он Приходит В упадок Жители Уезжают Они Выделили Ключевой Фактор Привлечения Молодых Людей Часто В возрасте До И за счет Этого Создается Эффект По всем Остальным Сферам Потому что Эти люди Притягивают За собой Компании Инвестиции И вот Все остальное Что мы Видим В Риге Во-первых У нас С 2000 Года Количество Молодежи В стране Уменьшилось На 40% То есть Если в целом Снижение Населения За этот же Период Где-то Примерно 20% То Молодежи Непропорционально Больше Уменьшилось Это Конечно Очень плохо Была Предпринята Попытка Привлечь Студентов С одной стороны Чтобы поддержать Эти вузы Которые стали Пустеть Иностранных Студентов Какую статистику Мы имеем Удалось С 15 В 15 Году У нас Было Уже 5 тысяч Иностранных Студентов И к 17 Году Там дошло Где-то До 7 тысяч Выросло В 5 раз За 10 лет С 7 года Началась Эта политика Это хорошо То есть Оживилось Приехали Студенты Это всегда оживляет Но они же Привозили с собой Деньги Они привозили с собой Деньги Они снимали Квартиры Кстати Для многих Этих Пустующих Домов Они стали Спасением Потому что Для соседей Они стали Помехой Потому что Там вечеринки И все такое Но для многих Домов Они стали Спасением И создали Спрос Ну вот Был такой Подсчет Компании Цертус Что Они Привезли В Латвию Напрямую 170 миллионов И значит Нет В целом 170 миллионов Евро Там прямые То что они платили За образование Плюс косвенные За жилье И прочее За питание Да Но Если мы Смотрим Более детально Статистику По студентам То часть Студентов А именно В целом По вузам Это не такой Большой процент 7,5% Приезжали И учили Здесь На русском языке Их привлекало Это в основном Их привлекала Возможность Получить диплом ЕС И при этом Обучаться На русском языке Это в основном Студенты Из постсоветских стран Из России Узбекистан Казахстан Им даже В общем Это образование Сильно было Не нужно Они Им нужно было Они могли получить Сходные у себя дома Но им был важен Этот диплом Чтобы вернуться К себе Да И у них не было Намерения У многих Оставаться И здесь работать Или в Европе Им был важен Этот элемент Престижа Ну и как бы Почему бы и нет Да Если это все происходит Они приезжают Платят Уезжают Значит И все Но Как известно У нас принят закон О запрете Частного образования На русском языке Высшего А государственного Уже было Любого Да И Понятно Что 7,5% Вроде небольшой процент От общего числа Но если мы берем Часть специфических Часть вузов То у них Этот процент Достигал 30% А например В таком вузе Как ИСМА Количество Иностранных студентов Почти 60% Из них в основном Все на русском Да Если Появляется выбор Уже там На латышском Или на английском То на английском Естественно Больше конкуренции Вот эта мотивация Учиться на русском Получить европейский Диплом Она уже Не работает Здесь мы видим Ухудшение ситуации В целом Но мы можем Это рассматривать И локально На какие районы Города Например Это может повлиять Вот возьмем Район Маскачки Известное Имя Маскачка Это уже Имя нарицательное Да Что это Депрессивный район Депрессивный Там находился Знаменитый Вуз Эркига Авиационный Он потом Значит Распался На много Маленьких Где-то частных Где-то Вот частных Вузов На его территории На его территории Сейчас существует Четыре вуза Распочковалось Много Других учебных Которые как-то Еще выживали И выживали В том числе За счет Вот этого Возможности Получить образование На русском языке И для местных Кадров И для Привозных Сейчас Запрет Что это Означает Ну Представьте Любую Коммерческую Фирму А это Коммерческие Фирмы У которой Оборот Снижается Даже На 20% Это Очень Сильный Удар Мы Слушаем Там Про то Что Там Какая-нибудь Компания Опель У нее Снизилась На пол Процента В связи С чем Оно Закрывает Там Отделение По всему Миру И так Далее Это Реальный Очень Сильный Удар И Понятно Что Если Там Закроется Один Два Или Там Последует Цепная Реакция То В этот Район Перестанут Приезжать Студенты Перестанет Приезжать Молодежь Уйдет Вот этот Способ Использования Района Обучения И Что Там Будет Черная Дыра Потому Что Кроме Них Там Живут Ну В общем Больше Пожилое Население Кто Остался И так Дальше Это Будет Черная Дыра То же Самое Объединение Вот Это Город Для людей Они Говорят Давайте Построим Велодорожку Значит И это Оживит Ну Это Смешно Чтобы Просто Оживить Надо Чтобы Там Были Люди На Месте И Надо Чтобы Были Поводы Для Других Людей Извне Приезжать Туда Хорошо Армен Ну Вот Программа Вернее Игра Которую Вы Придумали Которую Вы Проводите Она Позволяет Моделировать Эти Процесс Ну Например Когда Допустим Наши депутаты В Сейме Принимают Закон О запрете Образования На русском языке Они Очевидно Руководствуются Политической целью Доминирования Латышского языка Не будем Сейчас Говорить О том Какой цель Это реально Достигает Но У них Как бы Просматривается Только один шаг То есть Никто не думает Категориями Того Я думаю Что те кто стоит За этим Тех кто стоит За этим Они знают Именно Те реальные цели Которых они Добиваются Хорошо Ну вот Моделирование В программе В вашей игре Оно позволяет Вот Допустим Продумать Какие Там Действия Могут привести К определенным Результатам И Повлиять на город В позитивном ключе Да Ну Велодорожки Или вузы Пришло время Моего анонса Я так понимаю То есть Я Разработал И провожу И группу Развитию городов Называется она Магнит Сити Я буду проводить Ближайшую 15 марта Эта игра Ориентирована На подростков И студентов Подростков От 15 лет И взрослых На тех самых молодых людей Которых хотят привлечь И это игра Урбанистику Там надо Развивать город Надо строить Жилье Развивать транспорт Бороться с преступностью Развивать инфраструктуру Но при этом Там показана Взаимосвязь Разных Сфер города Если мы Сносим Забор Такой И меняем Его на забор Другой Как это Влияет В целом На город Если мы Там Позволяем Машинам Парковаться На тротуарах Как это Нам скажется В целом Потом На развитие Других сфер И каждое Каждое действие В любой сфере Оно Идет Вот на Прослеживаться Влияние На остальные Поэтому Вот этот контекст Важно учитывать У нас там Звонок Да И Приглашаю На игру 15 числа Ну И будут еще Другие Я бы хотела Вам пожелать Чтобы На вашу игру Приходили Кандидаты В депутаты Например И Люди Которые Реально Занимаются Городским Планированием Потому что Ну вот К сожалению Нам не удалось Связаться С Альфредом Петровичем Рубиксом Я думаю Что мы Продолжим Может быть Через Пару недель Эту тему И Все-таки Переговорим С ним О том Как Городское Планирование Происходило Ну там 30-40 лет Назад И он Наверное Нам рассказал Бы о том Что Этим Занимались Ученые Люди И Довольно Ну как бы Тщательно Вот У нас Кстати Есть маленький Звонок Давайте Мы еще Поговорим Добрый день Говорите Алло Это Альфред Петрович Спасибо вам Что вы Дозвонились Дело в том Что у нас Уже время Программы Заканчивается Я вот сейчас Анонсировала Что мы Через Пару недель Встретимся Снова И поговорим Об этой теме Чтобы вы Рассказали О том Как Городское Планирование В Риге Происходило Вот В то время Когда вы Руководили Горисполком Потому что Этим Реально Занимались Ученые Люди Целый Научно-исследовательский Институт Проектный Да И это Все Очень Происходило На серьезном Уровне Так что Встретимся С вами В эфире Да Может быть Даже вы Лично Сможете Прийти Да Спасибо Итак Сегодня Мы говорили О развитии Города Риги Которая Была Крупным Промышленным Центром Но и Сейчас Наверное В какой-то Мере Остается Таким Крупным Центром В Прибалтике К сожалению Теряет Свои Позиции В сравнении Со Стокгольмом И даже С Вильнюсом Который Всегда Был Почти В два Раза Меньше Или В три Раза Меньше Вот И У нас Есть Ну Светлые Головы Такие Вот Как наш Сегодняшний Гость Армен Халатян Который Хотел Бы Этим Негативным Тенденциям Противопоставить Позитивные Привнести В планирование Развития Города Творческое Начало И Молодую Энергию Школьников Подростков Студентов Которые Ну Смотрят На свой Город С любовью С Каким-то Творческим Настроем Вот И я надеюсь Что Эта идея Будет находить Все больше Сторонников А в Риге Будут Жить Люди Которые Любят этот Город И не хотят Его менять Ни на какой Другой Вот этого Я бы хотела Нам всем Пожелать И Попрощаться С вами До следующей Встречи До свидания До свидания